Здравствуйте, это агентство чрезвычайных новостей и я, Андрей Глебов, сводки минувшей недели. Вас 14-й модели протаранил Роллс-Ройс. Неизвестные взломали банкомат и унесли 600 тысяч рублей. Мужчина, который убил начальника из-за зарплаты, арестован. И расскажем о войне ритуальных агентств. В бою пало 5 автобусов. И мы рады вам сообщить, у нас новый чемпион. Скажите, где вы берете силы? Ух, а богатырь растет. Силу я беру в качестве. Уральский богатырь – это колбаса, сделанная по рецептам Советского Союза. Уральский богатырь. Сила в качестве. В Кослях неизвестные вскрыли банкомат и похитили 600 тысяч рублей. Злоумышленники варварски взломали аппарат, забрали деньги и скрылись. Отделение банка на какое-то время закрыли для проведения оперативных мероприятий. Эксперты сняли отпечатки пальцев преступников и изучили следы от обуви. На месте происшествия изъяты вещественные доказательства возбужденного главного отдела по части 30 статистического 8-го главного Конституции Федерации. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых. Также отсматривают кадры с камеры видеонаблюдения. На территории района введен план перехват. Суд тракторозаводского района избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают, в убийстве своего начальника. По версии следствия, подчиненный набросился на руководителя, потому что испугался, что тот снизит ему зарплату. В итоге безумец до смерти забил своего шефа. Оксана Кравцова расскажет подробнее. Он отработал много и в итоге рассчитывал на одну заработную плату. Но, как со слов начальника, ее он выплатить не мог физически. И поэтому он должен был согласиться на другую сумму, меньшую. В зале суда 38-летний Владимир Грибовский. Его лицо в ссадинах. Видимо, царапины оставил убитый начальник, который пытался защититься от освирепевшего рабочего. Но безрезультатно. По версии следствия, Владимир Грибовский нанес ему смертельные травмы. Ведь убивать ему не впервой. Этот человек ранее был судим за кровавую расправу и приговорен к 9 годам колонии. Судимый ранее в 2007 году по чести 1 ст. 105 м. к. э. В каком году освободились? Помните? В 2000. По ответил оказание полностью, да? Нет. По условному источнику. Заключить его под стражу просила сторона обвинения. Следствие полагает, он может скрыться или оказать давление на свидетелей. Как жестоко он расправился со своим боссом, могли видеть или слышать его коллеги. Против того, чтобы посидеть в СИЗО, не возражал и сам подозреваемый. Данное согласие у вас, так сказать, это не эмоциональная реакция. Вы, так сказать, ответственно, да, подходите к принятию данного решения, да? Да, я же понимаю, что у тебя же это происходит. Вот только, когда адвокат попросил для подзащитного домашний арест, мужчина резко изменил свое мнение. Ну, Владимир Николаевич, вот с учетом того, что уважаемый защитник озвучил, вот свою позицию, вы как, не меняете свое отношение к административному веку? Конечно, мне бы хотелось помогать ребенку. Тем временем всю картину того дня восстанавливают следователи. По предварительной версии, Грибовский работал сварщиком. В тот день поссорился со своим начальником из-за зарплаты. В ходе конфликта он начал бить своего шефа. Установлено, что телесные повреждения ему были причины одним из его подчиненных в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта по поводу снижения ему заработной платы. В область головы не менее двух ударов стула по туловищу. Указанными умышленными преступными действиями Грибовский причинил Коркину перелом ребер, разрыв корня прижейки, квалифицирующихся как тяжкий вред здоровью. Тело начальника в кабинете нашли коллеги безумного сварщика. Люди не сомневаются в том, что убить его мог Грибовский. Говорят, рабочий любил выпить и часто вел себя агрессивно. Такой какой-то весь на шарнирах всегда был какой-то агрессивный. Какая-то агрессия от него исходила, вот когда он трезвый даже. Был случай, что он тут в баре дрался с владельцем бара. Ну, по пьянке все. Ну, видимо, и тут по пьянке. То, что он говорит, что зарплату ему понижали. Сергей Иванович был такой человек, что он вообще рабочих не обижал никогда. Подозреваемого в убийстве директора полицейские обнаружили у него дома. Грибовский заявил, что ждал гостей в погонах. Сопротивления не оказывал, а вот его родные, кажется, уже на грани нервного срыва. И двери никому не открывают. Здравствуйте, откройте, пожалуйста, с телевидения. Да. Что вы вообще, что ли, избиваетесь? Такую передачу. Сам обвиняемый спокоен. Ждать окончания следствия ему предстоит в СИЗО. Туда его отправили на два месяца. В Златоусте начался судебный процесс над акушеркой местной больницы. Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Эльза Захарова скончалась в сентябре 2014 года после кесарево сечения. По версии следствия, именно врач девушки вовремя не обратила внимания на состояние своей пациентки и приняла меры только спустя 4 часа. В результате кровотечения и от шока, все это время девушка была в сознании, пациентка умерла. Сегодня состоялось первое судебное заседание, в ходе которого государственный обвинитель огласил обвинительное заключение. Органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если вина врача в суде будет доказана, женщине грозит до трех лет лишения свободы. Камиль Джамилов, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего, сядет носками подсудимых. Стражи правопорядка закончили расследование уголовного дела. Почти полгода длилось расследование дела по факту смерти фаната трактора. Все это время подозреваемый находился в СИЗО. 22-летнего Камиля Джамилова взяли под стражу после того, как он пытался скрыться от следствия. Изучив кадры видеозаписи с камер наблюдения, опросив потерпевших и свидетелей, сотрудники полиции буквально сразу после инцидента установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1993 года рождения. Напомним, в августе у одного из челябинских баров подозреваемый нанес удар другому гостю заведения. Удар стал роковым. Виталий Спиридонов упал на асфальт. Не приходя в сознание, он был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, где позже скончался. И вот его предполагаемый обидчик скоро сядет носками подсудимых. Мальчик из МИАЗа, напавший на родителей, находится в психиатрической лечебнице. Правда, его диагноз не разглашают. Суд над подростком, который убил мать и порезал отца, продолжится после того, как школьника вылечат. Напомним, 15-летний отличник набросился на мать с ножом. Женщина запрещала сыну играть в видеоигры, ведь у мальчика было слабое зрение, и в тот день он не выучил уроки. Тогда, по версии следствия, школьник зарезал мать. Но в этот момент домой вернулся отец. Тогда подросток напал с холодным оружием и на него. Мужчина получил серьезные травмы. Его сын после инцидента сбежал и пытался покончить с собой. И вот, психиатрическая экспертиза признала школьника невменяемым. Врач-педофил пытался обжаловать свой приговор. Мужчина был не согласен с вердиктом, который вынес ему суд Каленинского района. В ноябре прошлого года Дмитрия Долгова приговорили к 14 годам заключения за то, что он надругался над пятилетней дочерью. Долгов на протяжении довольно-таки большого периода времени совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Известно об этом стало от бывшей супруги подсудимого. Однако мужчина до последнего уверял, что он невиновен. Дмитрий Долгов утверждал, что его оговорили. Несмотря на уверенность подсудимого в своей невиновности, у следствия оказалось достаточно улик. И Челябинский областной суд признал приговор первой инстанции обоснованным и оставил его без изменения. Теперь Дмитрию Долгову предстоит провести 14 лет в колонии строгого режима. Еще 10 лет после освобождения ему будет запрещено работать в лечебном учреждении. Сотрудники ФСБ поймали двух граждан Грузии. Они незаконно пересекли границу с Россией. Первый раз эти два брата были отправлены обратно на родину после того, как попались в Россию на краже. Но прибыв в родную страну, они поменяли имена в паспортах и снова приехали в Россию. Правда, это им не помогло. Их поймали чекисты. И вот за нарушение государственной границы их осудили на 6 месяцев. В Челябинском областном суде вынесли приговор террористической банди Хизбут-Тахрир. Деятельность этой организации запрещена на территории России. В общей сложности пятеро ее участников проведут в тюрьме полвека. Вынести вердикт им прибыли судьи из Московского окружного военного суда. Это кадры задержания исламистов. Согласно материалам дела, мужчины преследовали идею свержения власти в России. С 2013 года они занимались вербовкой в свою банду новых участников. В итоге главарь банды получил 17 лет колонии строгого режима. Его подельникам назначены чуть меньшие сроки. Челябинский областной суд наказал местного хлебопекаря и его друга из Центральной Азии за афганские гостинцы. Мужчины провернули поставку 12 килограммов героина, минуя границы трех государств. Из солнечного Таджикистана на Южный Урал опасный товар прибыл в шторах. Груз был доставлен на территорию китайского рынка. Но ни шторы, ни наркотик на подпольных прилавках так и не появились. Подробности дела наркобизнесмена и хлебопекаря в репортаже. На скамье подсудимых хозяин местной пекарни и приезжий наркобарон из Таджикистана. Худейдот Раджабов и Холназар Саидов обвиняются в контрабанде и незаконном сбытии героина в особо крупном размере. Саидов купил наркотик на родине и привез Раджабову для реализации. Кулинар же в свою очередь хотел воспользоваться мощностью своей пекарни и с помощью специального замеса увеличить объем афганского наркотика. Отправитель смертоносного груза в целях конспирации спрятал наркотик в шторы, точнее в втулке штор. Груз был доставлен в Челябинск, а сам он прилетел на самолете, чтобы контролировать его доставку. Но доставку штор контролировали не только наркоторговцы, но и спецназ. Грузовик с 12-килограммовой партией героина задержали в момент перевозки. Всего в нем находилось 24 упакованных мотков со шторами, по полкилограмма афганского порошка в каждом. Раджабов, будучи задержанным за совершение данного преступления, находясь в следственном изоляторе номер 1 города Челябинска, совершил активные действия по мобильному телефону, направленные на перемещение наркотического средства героин в крупном размере массой около 1 килограмма. Саидов, вину в преступлении, не признал и уверял, что это не его героин, а привез он его вовсе не Раджабову. Хлебопекарь же сознался лишь в том, что контролировал 1 килограмм героина по просьбе знакомого. В результате суд признал их виновными и приговорил Саидова к 19, а Раджабова к 13 годам колонии строгого режима. Также осужденных обязали выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Героин среди могил прятала 50-летняя жительница Копейска, но ее криминальный бизнес раскрыли полицейские. Даму задержали с 24 граммами наркотика. На допросе она призналась, что это еще не все и повела оперативников ночью на кладбище. При проведении дальнейших мероприятий подозреваемая показала тайник, в котором хранилось еще 150 граммов наркотика. С собой наркополицейские взяли служебную собаку. Овчарка сразу определила место рядом с могилой, где находится запрещенное вещество. Женщина нехотя достала из тайника пакетик с порошком. Это оказалось еще 150 граммов героина. В результате полиция возбудила дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Если женщину признают виновной, ей грозит до 8 лет тюрьмы. Наркодиллер в прямом смысле слова травил своих клиентов запрещенное вещество. Для эффекта он обрабатывал химикатами. Но продавца смертью удалось найти после того, как его клиенты стали массово обращаться в больницы с отравлениями каннабисными наркотиками. В итоге оказалось, торговлей и марихуаной промышлял 43-летний уроженец Казахстана. Он арендовал гараж, где хранил наркотики. Его задержали возле бокса, когда он приехал за очередной партией. Из машины дилера оперативники достали подозрительный пакет. Было обнаружено 5 килограммов каннабисных наркотиков. Еще 4 коробки полные дурман травы были найдены в гараже. Вот эти коробки, они до отказа забиты коноплей. Всего мужчина хранил в гараже более 100 килограммов марихуаны. Дельта-система безопасности объявляет акцию. Монтаж сигнализации бесплатно. Первым 30 клиентам тревожная кнопка в подарок. Успейте установить за минимальную цену. Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку на подключение. Подробности по телефону 222 1111. Задумайтесь, ведь ваше спокойствие стоит дороже. Спонсор выпуска мясная компания «Уральский богатырь». А время чрезвычайных новостей продолжается. Не переключайтесь, самое интересное еще впереди. Вас в 14-й модели протаранил Роллс-Ройс. Пьяный водитель угнал авто у бывшей жены. Нападение на частный дом. Грабители унесли тушенку. Сюрпризы в еде. Одна нашла в помело проволоку, вторая – окурки в хлебе. И расскажем о войне ритуальных агентств. В бою пало 5 автобусов. И мы рады вам сообщить, у нас новый чемпион. Скажите, где вы берете силы? Ох, а богатырь растет. Силу я беру в качестве. «Уральский богатырь» – это колбаса, сделанная по рецептам Советского Союза. «Уральский богатырь» – сила в качестве. В результате крупного ДТП участок федеральной трассы М-5 в районе поселка Бергельда оказался заблокирован. Под Челябинском столкнулись несколько грузовиков, бензовоз с топливом и больше десятка легковых машин. С места событий наш корреспондент Матвей Минибаев. Все началось с небольшого ДТП с бензовозом. Оно и перегородило движение по федеральной трассе М-5. Первым, кто среагировал, оказался водитель этого грузовика. Он применил экстренное торможение. Остальные автомобилисты так и не успели среагировать. Очевидцы рассказывают, на трассе в это время работали дорожники. Спецтехника подняла слой снега и образовалась завеса. Из-за плохой видимости разглядеть аварию оказалось непросто. Всего на трассе М-5 столкнулось 19 машин. Среди них 8 фур и 11 легковых автомобилей. Многие транспортные средства серьезно повреждены. Некоторые превратились в груду металлолома. И вряд ли теперь подлежат восстановлению. Сотрудники ГАИ пытаются восстановить хронологию происшествия. В процессе производства дорожных работ на данном участке совершено ДТП. Виновник будет установлен. Ущерб в результате ДТП уже сейчас можно оценить в несколько миллионов рублей. По счастливой случайностью обошлось без погибших. Врачами осмотрено около 30 человек. У пятерых из них диагностированы травмы ног, рук и сотрясения головного мозга. Госпитализация не понадобилась. Для водителей организовали выезд на встречную полосу. Из-за этого пробка растянулась уже на несколько километров. Сколько времени потребуется на то, чтобы устранить последствия ДТП, никто точно сказать не может. Матвей Минибаев, Александр Петров, 31 канал. Одного занесло, другой не успел затормозить. Авария в Златоусте попала в объектив видеорегистратора. Вот автомобили едут по улице Грибоедова. И на марку, которая идет последняя, заносит. И она вылетает на встречную полосу. Водитель автомобиля с видеорегистратором не успевает остановиться и врезается в легковушку. По предварительной информации, в этом ДТП пострадавших нет. Смертельное ДТП с участием микроавтобуса произошло ранним утром на трассе М5. На повороте к Чебаркулю столкнулись две иномарки. Одна из пассажиров скончалась на месте. Трагедия произошла на пересечении трассы Урал и Чебаркуль-Уйская. 66-летний водитель автомобиля Тойота Спринтер при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил преимущество минивену и буквально протаранил микроавтобус. В настоящее время решение о возбуждении либо отказе уголовного дела будет принято следственным отделом ОВД города Чебаркуля. Пассажир легковушки, супруга пенсионера, от полученных травм скончалась на месте. В Магнитогорске нетерпеливый водитель врезался в иномарку. В итоге под машиной едва не оказались пешеходы. Момент ДТП попал в камеру видеорегистратора. Наш корреспондент отсмотрел эти кадры и знает подробности. На кадрах видно, все машины притормаживают перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Как вдруг в заднюю часть автомобиля врезалась светлая машина. Вероятно, водитель не успел затормозить на заснеженной дороге. Благо, пешеходы успели среагировать и спешно покинули проезжую часть. А на этих кадрах пожилая дама сама чуть не стала инициатором ДТП. Как рассказали очевидцы, две старушки шли прямо по проезжей части. Одна из них подскользнулась и едва не попала под колеса. Повезло, что автор видео успел вовремя затормозить. В Юризане на повороте занесло ладу. Как позже сообщили участники ДТП, пострадавших в этой аварии нет. И еще одну легковушку занесло на трассе в Челябинской области. Водитель иномарки стал притормаживать. Шофер машины с видеорегистратором, вероятно, тоже начал снижать скорость. В итоге машину закрутила, и она задела мимо проходящий автомобиль. По предварительной информации, пострадавших нет. А в одном из районов Челябинска внедорожник сбил собаку. Удар пришелся прямо в голову, однако пес смог продолжить движение. В Магнитогорске лихач устроил ДТП. Водитель решил перестроиться в другой ряд в тот момент, когда там ехал автомобиль. Момент аварии зафиксировала камера видеорегистратора. Вот владелец видеорегистратора двигается по первой полосе. В соседнем ряду едет другая иномарка. Неожиданно водитель легковушки включает поворотник. Видимо, чтобы перестроиться, и таранит авто. Шкода так разогналась, что после удара проезжает еще несколько метров, и только потом останавливается. Неудачная попытка перестроиться была зафиксирована на Брадокалмаксском тракте. Здесь водитель двигается по второму ряду, когда восьмерка вдруг резко поворачивает. В последний момент водитель попытался затормозить. Видимо, поэтому последствия оказались минимальны. Спорная ситуация на дороге произошла на Свердловском тракте. Вот владелец регистратора разгоняется. Машина во втором ряду включает поворотник и перестраивается. Автор видео резко выруливает вправо и едва не врезается в столб. Ты что делаешь? Владелец видеорегистратора уверен, виноват водитель иномарки. Но в социальной сети некоторые пользователи считают, что автор сам не выбрал безопасную скорость и не соблюдал дистанцию. Так это или нет, будут выяснять работники ГИБДД. На трассе под усть-котавом автомобиль занесло на трассе. Машину резко закрутило, и она врезалась в отбойник. В Магнитогорске водитель джипа решил проскочить на красный. Но со второстепенной дороги выехала легковушка. Ох ты, молодец. И что? На красный вылетел. От удара иномарку резко развернуло. В одном из дворов Магнитогорска машина сдает назад и ударяет припаркованное авто. После этого, как ни в чем не бывало, водитель поехал дальше. Смотри, уехал. Автор видео догнал лихача и предложил оставить водителю пострадавшего авто свой номер телефона. Чтобы хоть номер оставил мужику. Мужчина уехал, но обещал вернуться. Оксана Кравцова, 31 канал. ЧП в районе остановки Детский мир стало причиной автомобильной пробки. На улице Свободы прямо на прежней части вспыхнула иномарка. Пожар сняли на видео очевидцы. По словам свидетелей, вспыхнул автомобиль Витсубиши. В тушении пожара помогали проезжающие водители. А позе подоспели сотрудники МЧС. О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается. А в спальном районе Челябинска сгорели две иномарки. Легковушки вспыхнули в половину четвертого ночи. Перепуганные жители дома по улице молодогвардейцев вызвали пожарных. Однако спасти Кио Сорента сотрудники МЧС не смогли. Корейская иномарка была уничтожена полностью. А у припаркованной рядом Деонексии от огня поврежден салон и детали моторного отсека. Был ли это поджог или легковушки загорелись из-за неисправности одного из автомобилей? Предстоит выяснить экспертам. Мяский школьник решил прокатиться с ветерком, зацепившись за лестницу троллейбуса. И чуть не попался в руки возмущенному очевидцу. Опасные забавы безбилетника сняли на камеру автомобилисты. Че, как тебе кататься? Нормально? Вот денег дать, да? Безбилетник. Но веселье подростка продолжалось недолго. Один из очевидцев поспешил согнать школьника. Увидев мужчину, он спрыгнул с троллейбуса и убежал. Возмущенный водитель вернулся в свою машину и бросился за мальчиком в погоню. Чем все закончилось, осталось за кадром. Похожая история произошла в 2008 году. Дети решили покататься на сцеплении между вагонами трамвая и сорвались под колеса. Они вот так сидели и упали. Упали, да? И прям под трамвай? Под трамвай, да. А они это кто? Это Вася. А сколько Вася лет? 13. Для двух мальчиков экстремальное развлечение закончилось плачевно. Детей раздавил трамвай. В тракторозаводском районе пенсионерка больше получаса прождала помощи. Старушка упала прямо на газоне между полосами автодорог. Но помочь бабушке никто не решался. Это видео сняли очевидцы происшествия. Почему никто не поможет, а? Ну потому что кто поможет, а людей нет. Машина останавливается, нельзя припарковываться. Однако через минуту к пожилой даме подъехала иномарка. Молодой человек помог подняться пенсионерке и перейти через дорогу. Партнер выпуска Дельта системы безопасности. Открыли бизнес, купили квартиру, уезжаете из дома и боитесь за свое имущество. Только сейчас первым 30 клиентам монтаж сигнализации бесплатно. Плюс тревожная кнопка в подарок при заказе онлайн. Успейте подключиться на уникальных условиях. Дельта системы безопасности объявляет акцию. Монтаж сигнализации бесплатно. Первым 30 клиентам тревожная кнопка в подарок. Успейте установить за минимальную цену. Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку на подключение. Подробности по телефону 222 11 11. Задумайтесь, ведь ваше спокойствие стоит дороже. Расследование уголовного дела по обвинению банды нефтеворов окончено. Бандитам вменяются 8 эпизодов преступной деятельности. Напомним, в июле прошлого года сотрудники полиции с поличным поймали четверых похитителей нефтепродуктов. Дизельное топливо мужчины похищали прямо из подземной магистрали с помощью шланга, который был незаконно врезан в трубу. На месте хищения также были обнаружены и изъяты две кустарно переоборудованные автомашины для перевозки нефтепродуктов и около двух тонн похищенного топлива. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта Б, части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации покушения на кражу. Позже сыщики задержали организатора банды. Им оказался 39-летний мужчина. Группа занималась хищением около года и заработала почти 300 тысяч рублей. Любитель сладостей проник в магазин кондитерских изделий. От прибывших охранников мужчина стал обороняться банками с газированным напитком. Этого мужчину задержали сотрудники охранного агентства в тот момент, когда он громил магазин. По словам секьюрити, злоумышленнику предложили сдаться добровольно. Но вдруг стал кидаться он конфетами с печеньем и газированными напитками. Тогда охранники решили его скрутить. Мужчина пояснил, что громить магазин не собирался. В торговой точке он пытался скрыться от преследующих его злоумышленников. Сейчас владельцы кондитерского отдела подсчитывают ущерб, а сотрудники полиции ведут расследование. Жительница Копейска пригласила домой полицейских, чтобы вскрыть сейф с оружием. Ружье и патроны женщина решила отдать правоохранителям за вознаграждение. Ключей от сейфа, в котором хранилось оружие и боеприпасы, у гражданки не было. Поэтому его пришлось брать штурмом. После вскрытия в хранилище было обнаружено охотничье ружье и 43 патрона, которые принадлежали отцу женщины. Папа у меня умер и был охотником. Я узнала, что сейчас в Копейске проходит акция 2016 оружие и решила сдать ружье в милицию. После оформления необходимых документов женщина получит денежное вознаграждение за добровольную сдачу ружья и патронов. Коммунальная авария в Ленинском районе. Два фонтана воды размыли дорогу и превратили ее в опасный каток. Пересечение улиц Люблинская и Железноводская. Третий час ночи. Два фонтана воды бьют таким напором, что достигают уровня газовых труб и частных домов. Вода уже размыла дорогу и залила огороды. Позвонили в теплосети. Надо отдать должное. Приехали быстро. Через 15 минут были здесь. Сфотографировали. И уехали. По словам местных жителей, утром напор только усилился. Позже, как уточнили в городской администрации, ремонтная организация устранила утечку и причины потопа. Помните, сюжеты не придуманы. Таким этот мир мы делаем вместе с вами. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова